История человечества движется вперед, как правило, какими-то масштабными, неожиданными для всех событиями. Вот 2022 год войдет в историю как год такого исторического события. Это появление на мировой политической карте новой великой державы Украины. Я не преувеличиваю час громадной опасности для западной цивилизации, когда варварский фашистский режим Путина объявил ему войну, сказав «собирайтесь, манатки, убирайтесь вон», нашелся один героический народ, украинский, от которого ждали, может быть, успешной партизанской войны после того, как захватчики возьмут Киев четыре дня, но у которого оказалась и современная армия, и мотивированное и мобилизованное общество. Это громадная удача для слабеющего, изнеженного генералистского Запада, чтобы в момент смертельной опасности нашелся такой народ, который сейчас выполняет две всемирно-исторические миссии. Первая – это защита западной цивилизации и свободного мира от варваров с востока. И вторая – это освобождение народов всего пространства Российской империи и бывшего Советского Союза от имперских партизаний в Москве. Вы не представляете, с какой надеждой на украинцев смотрят и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Грузии, и во враждующих между собой Армении и Азербайджане. Все ждут вашей победы. Вы уже держали эту стратегическую победу. Провал путинского Брест-Крига, поражение чудо на Днепре, поражение под Киевом – это было стратегической победой Украины, стратегическое поражение всего Запада. Украина, которую высокообые натовские эксперты считали не отвечающей каким-то высоким критериям НАТО, сегодня единственная, выполняя всю ту функцию, которой готовился 75 лет Всемирный блок НАТО и который так бы не смог бы ее выполнить без Украины. День независимости мне остается только пожелать вам выполнить до конца эту свою всемирно-историческую миссию. А будущее Европы, будущее мировой безопасности после мировых войн всегда решают державы-победительницы. И первой среди этих держав будет Украина. С днем независимости, украинцы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!